Встреча с пожарами Встреча с пожарами Встреча с пожарами Большую часть возгораний в этом году составила горение сухостоя 87% Они представляют особую опасность для населения Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто Нередко от травяных пожаров сгорают дома и даже целые поселки Основную часть пожара фиксируют в труднодоступных местах Куда не всегда может достать техника 13 марта было распоряжение издано правительством республики Ингушетия об установлении пожароопасного сезона. Он устанавливается с 1 апреля по 31 октября. Он включает в себя населенные пункты, подверженные угрозам лесных пожаров. Именно перечень этих населенных пунктов у нас в Джарах и Альгете входят эти населенные пункты угрозы, которые имеются. И также два плана, надзорно-право-логическое мероприятие. Это один из пунктов, который включает в случае повышения пожарной опасности, это максимально пятый класс, на сегодняшний день в Малгобекском районе введен. Непотушенный костер, брошенный окурок, малейшая искра. Чаще всего причиной травяных пожаров становится человеческий фактор. Нередко палы пускают намеренно с целью ускорить рост молодой травы. Хотя это только нарушает процесс образования перегноя и ослабляет рост растений. При пожаре все животные и насекомые, которые живут в сухой траве, погибают. Представители МЧС призывают жителей не устраивать поджоги травы и не ставить под угрозу экологию и безопасность людей и животных. При этом, устраивая несанкционированный поджог травы, человек рискует оказаться в местах не столь отдаленных. Статья 168. Неосторожное обращение с огнем или источник повышенной опасности. Вот так она звучит. Там до одного года лишения свободы. При условии, что там причинен материальный ущерб 250 тысяч и более чужому имуществу. Также усматривается 219 уголовная статья. Опять же, человек сжигал огород, не захотел он скосить ее. Как-то решил сжечь сухую траву, пламя перекинулся на имущество соседнее. Опять же, если гражданин, сосед, чужой, получил ожоги, то там уже, если тяжкий вред, опять же, 219 уголовная статья. Там уже до трех лет лишения свободы. Виновных, конечно, привлекаем к административной ответственности в виде штрафа. За этот год у нас более 30 протоколов уже вынесены. И около 20 материалов находятся именно на рассмотрении. На сегодняшний день проверки проводятся. Еще одна из частых причин пожара в республике – взрывы бытового газа. Такие истории нередко заканчивались трагично для многих семей. Так, в этом году только в одном доме погибли три человека. Много травмированных и до сих пор проходящих лечения в ожоговых центрах. Одно из последних происшествий – взрыв в селении Зязиков Юрт. В доме находились двое двоюродных братьев. Оба получили ожоги различной степени тяжести. Минздрав республики транспортировал пострадавших в ожоговый центр Махачкалы. Вот эта часть, которая именно на въезде в ворота, именно на территорию, там она была закопана в земле. И вот эта часть, там несколько сквозных отверстий имела эта труба. Утечка газа была там. Далее это газ уже по земле и по консультационной трубе. Она попадала уже в жилой дом. Имеется в виду подвальное помещение снизу. И при выключении электропотребителя, это водяной насос был, вот именно искра произошла и в результате произошел взрыв. Материал, первичный материал нами, собранный уже дознавателем МЧС. Они переданы в следственный комитет. Данная труба изъята уже следственным комитетом. Далее они уже будут проводить проверку и уже восстанавливать вину, чья вина именно по взрыву газа. Многие задаются вопросом, кто виноват в этих взрывах. Кустарное подключение не своевременной техосмотра газовых сетей. Но зачастую проблема кроется в бесхозных старых газопроводных трубах, которые никем не обслуживаются. Они не состоят ни на балансе «Газпрома», ни являются официальной собственностью местных администраций. На местах, где произошел взрыв, когда выявляется, уточняется, расследование проводится, эти трубы в итоге бесхозные оказываются. Вот и газ протекает, вот и они подключены. Конечно, это несоблюдение кустарным способом, если проложена труба, это элементарные нормы, это глубина ее прокладки, это требования, это изоляция ее, это врезка неправильная, которая происходит. Такие причины в основном выявляются. В результате пожара в этом году погибло пять человек, один из которых – ребенок. Площади возгораний составили сотни гектаров, пострадали леса. Ну а на страже человеческих жизней ежедневно стоят пожарные. Оперативно принимают любые вызовы. Благодаря их высокой профессиональной подготовке в этом году удалось спасти 49 человек, 60 эвакуировать. В общем, спасают у людей и имущество, рискуя собой. Летний период – это и жара, высокая температура мешает человеку физически тушить. Это, опять же, экипировка, это защитная боевка называется. Тяжело, конечно, тушить пожарным, но ребята – спортивные мероприятия. Находясь на дежурстве каждый караул, у них проводятся как теоретические, так и практические занятия. Они постоянно навыки свои отрабатывают. В середине июля правительством региона введен особый противопожарный режим. Согласно ему, жителям республики ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и проведение пожароопасных работ. Руководителям предприятий и организаций необходимо принять меры по покосу и уборке сухой травы близ своих зданий, а также уборке горючего мусора. Жителей призывают не играть с огнем, тушить за собой костер, не оставлять без присмотра электрические и газовые приборы в быту. В случае пожара не паниковать, соблюдать правила эвакуации и звонить 112. Диана Дударова, Александр Горобужев, Магаз 24.